Единство всех, уникальность каждого. Девиз школы «Земля родная». Она занимает шестое место в округе по выпускникам, поступившим в ведущие вузы страны. Об этом директор рассказывает на отраслевом часе команды администрации города. Один из показателей качества образовательных услуг – успеваемость детей. В нашей школе 1358 учеников, 48 классов комплектов. Учимся с 7 часов утра и до 7 часов вечера. Качество обучения по прошлому году составило 55%. 130 отличников и в 2022 году было 7 медалистов. Все это благодаря сильному педагогическому составу. Это и опытные учителя, и совсем молодые, но уже заслуженные, чей труд отмечен наградами. Из-за популярности школы количество учеников здесь в два раза больше нормы. Сейчас с потоком справляются, но подумать над проблемой уже необходимо. Эврика ведет подготовку школьников по самым различным профессиям. Недавно учебный комбинат подписал соглашение с доброцентром на открытие филиала для добровольцев, а также планирует ввести новые направления дополнительного образования. Например, популярную среди молодежи телепедагогику. В связи с разными событиями у нашего кино есть возможность дебютировать. И именно в этой индустрии интересное мало идей. И именно со школьной скамьи тем детям, которым это будет интересно, они уже смогут себя увидеть в роли сценаристов, операторов и погрузиться именно в это направление. А еще в Эврике курируют одаренных школьников, победителей и призеров всех Олимпиад. Но слабое место организации – здание. Ему необходима реновация. Стоим в довольно недолюбленном здании, требующем ремонта. Здесь нужно ускорение нашим заказчикам придать, все-таки получить проект и приступить этим летом к его ремонту. Такое поручение дано. И договорились создать, привести в порядок и автодром городской, в котором Эврик осуществляет платные услуги. И проводить его не в классический автодром, а в том числе и в такой центр изучения правил дорожного движения. Глава города и его команда побывают во всех школах, садиках и учреждениях дополнительного образования. Задача участников отраслевого часа – изучить сферу изнутри, понять проблемы и оценить эффективность образовательных услуг. Евгения Дмитриева, Павел Михайловский, Даниил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».